Девушки отдыхают Бог, судьба посылают испытания А есть люди, которые ищут этих испытаний Которые просто много берут на себя А может быть потому, что они понимают Что тот же Бог наделил их талантами Не только выстоять, но и помочь выстоять другим В эфире ток-шоу «Будем жить» АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую гостей и участников нашего ток-шоу И с удовольствием представляю ведущих нашей программы Которые ведут эту программу всегда вместе со мной Ирина и Александр Романовы Мать и сын Я очень рада видеть вас всех сегодня в этой студии Вместе с нами Вы знаете, когда я готовилась к этой передаче Я подумала вот о чем Ведь самые первые авторитеты, с которыми мы сталкиваемся в жизни Это наши родители Это тот фундамент, на котором мы строим свое отношение к жизни На котором строятся наши понятия добра и зла Но бывают такие ситуации, когда дети бывают лишены родителей И вот сегодняшняя наша передача о том Как люди могут помочь этим детям Я думаю, что это будет интересно всем нам Я уверен, что сегодняшней нашей программой Мы в очередной раз сможем доказать правильность и верность тезиса Который вынесен в заглаве нашей программы Ток-шоу «Будем жить» Здравствуйте АПЛОДИСМЕНТЫ В нашей студии все готово Для того, чтобы встретить главных наших героев Анатолий и Галина Басманова Люди, которые родили троих детей Люди, которые взяли еще пятерых детей И теперь это их дети АПЛОДИСМЕНТЫ Супруги Басмановы организовали первый семейный дом в нашей области Хотя встретились они далеко от Нижнего Галя сбежала от мужа с маленькой дочкой Анатолий отрабатывал тюремный срок на химкомбинате Любовь, свадьба А затем они увидели еще там в Сибири телепередачу о семейных детских домах И решили, это наше дело У них родился Вовка, ждали Геру Но на родине Гали в Урине Они строили свой дом А в Заводском детском доме взяли пятерых детей Хотя собирались взять троих Галя пришла за детьми И сказала, вот этот, этот, этот Вот вас выбрали Другие дети стали кричать А мы, а мы, а мы Короче говоря, поехала-то за двумя Или за тремя, или за одним Так это было, Галь То есть был уже выбран Марик Марик, в общем, он сам нас выбрал, Марик Это мои родители И, в общем, мне подходить Это мои вещи Это вещи моих родителей Значит, мои И так вот Не трогайте ничего И так вот стал проситься сам Ну и, конечно, мы его взяли Нам сказали, что, в общем, ребенок больной У него церебральная паралич И он, возможно, ходить Ну, он очень плохо ходил И вот координация совсем была нарушена В общем, мы думали, что Если, допустим, мы даже не сможем Его воспитать, то Когда мы умрем То наши дети будут его возить Воспитывать, что они должны быть добрыми Что они должны добронести какое-то Что, ну, чтобы слишком легкая Жизнь у них не была Вот Решили взять Марик? Да Все, слава Богу, хорошо Ребенок выздоровел Внушили ему, что он болен Все они были с диагнозами Что у них там куча болезней Оказалось, что этих болезней вообще у них нету И сейчас, наверное, так же пугают людей Что вот В принципе, любое Ну, они перестраховываются И бежут побольше Чтобы как-то снять с себя вину, наверное Потом нам письма даже писали Как вы вылечили церебральный паралич А как вы вылечили церебральный паралич? В общем, он у нас вообще отказывался ходить И говорил, что я, в общем, больной Мне нельзя ходить, нельзя меня, в общем, перегружать Ничего мне нельзя делать Потому что я больной И, в общем, муж уже стал говорить Толя, говорит, ходи ему Вот по одной половнице ходи Он говорит, я не буду ходить Он уже ему ремнем Говорит, пойдем Он говорит, куда? Он говорит, церебральный паралич лечить И ремень Помнила о том, что я не представила Судя наших экспертов Простите меня, пожалуйста Сейчас я это сделаю Отец Олег Отец Олег постоянный эксперт Нашей программы И Бог свидетель Что я всегда подхожу С огромным интересом к вам Отец Олег Вот и сейчас сразу Задам вопрос Надо наказывать детей ремень? Безусловно Это просто необходимо И в священном писании Есть такая фраза Отец, который не наказывает Дитя свое Ненавидит его Ого Как строго Как интересно И психолог Психотерапевт Андрей Камин Также постоянный эксперт Нашей программы Приветствуем его Андрей Нужен наказывать детей ремнем? Вообще-то я считаю Что наказывать детей Телесно Не стоит Потому что Ну это неэффективно Просто Я вот на самом деле Знаю, что это уже Вот Я вижу второй случай ДЦП Вылеченный с помощью ремня Причем именно В семейном детском доме Скажите, пожалуйста А много детей Это мечта такая Или это привычка Вы выросли в семье Где было много детей Почему? Почему вы захотели Иметь большую семью? Неужели только телепередача? Хороший вопрос Я выросла вообще одна В общем-то И считала всегда себя Сиротой Своей семьи Потому что Мною никто не занимался Отец у меня пил Мать занималась им Разбиралась всегда Я сама по себе росла Меня воспитала улица И друзья, наверное, очень хорошие Ну и никогда не думала Что у меня будет много детей Но всегда шутила И говорила даже в школе Что у меня будет много детей И вот мои одноклассники Всегда шутилась Я родом с Вологды В Вологодской области Там к Архангельску Уже в Сибири Там большие семьи По восемь так Большие семьи Были в деревне у нас Я из деревни Конечно завидно Всегда Кто-то защитит Кто-то чего-то Как-то Всегда хорошо Когда много Но ведь вы были судимы И как Как пришлось Как преодолели вы Эту еще проблему Потому что наверняка Были проблемы Александра нам помогла Помню Нас позвали Скажи что-нибудь Скажи что-нибудь Тоже о нем И о себе Я говорю Я ничего говорить не буду Я его люблю Он меня дурой Ни разу не называл А вы его Тут покрошили Каким-то вообще Страшным человеком И в общем Глава администрации Вот сейчас Лямин Он был тогда не глава Первый секретарь Райкома Встал и сказал Вот то ли я знаю Галю знаю Он Уренский Николай Александрович Лямин Сказал Я считаю Нужно дать И вот Его словом Можно сказать Повлиял Вот у нас есть На каждой программе Специальный эксперт Сегодня у нас Такой специальный эксперт Елена Кондрашова Прошу приветствовать Она тоже Руководитель детского Семейного дома Лена А ваши впечатления Когда вы приехали За своими детьми Как дети В детдоме Как вам их подбирали Как у вас это было Ну как было у меня Мы с мужем приехали Нам вывели детей Они такие нарядненькие Такие маленькие И ходили специально Знали Что приедут родители Приедут Как Выбирать Им говорят Остальных Оставили А этих Вот вывезли Ребят Но мы хотели Одного А получилось так Что забрали всех Кого мы видели Когда мне Младшего показывали Вот Сергея У него была целая Толстая такая вот Папка О том Как Как и чем он болел Он 8 раз в году болел Его вот этим кололи Вот этим кололи Мне показывали Чем они там его кололи Что у него Хронический отец Но я не знаю У меня у ребенка Ни разу ушки не болели Я смотрю Он бегает Он развивается Ничего И не болел Дома они развиваются Они растут Потом Все-таки Как-то дома лучше Дома он Раскрывается Человек А там По свистку Ну может быть Конечно хорошо Там то что Стараются люди Там все для детей Делают Но мама Допустим Она где Поргодей Пожалеет А нужны ли вообще Государство может Обойтись Без детских домов Вы сказали Да Каким образом Значит всех разберут Я считаю Что должна быть Какая-то другая Какая-то другая Организация Мне кажется Что Государство Может спонсировать Какие-то деньги Но Принцип организации То есть Государство должно Защищать тех людей Которые берут Этих ребят Все понятно Вот вы поняли Зеленый цвет Вы тоже считаете Что государство Может обойтись Почему Не знаю Мне кажется Любви у нашего народа Хватит на то Чтобы действительно Взять себе И одного И второго И третьего Чужого ребенка От которых Может быть Кто-то отказывался Всех Даже самых больных Всех разберут люди Вы считаете Думаю что да А государство Должно давать Деньги на это Ну соответственно Спасибо Теперь К тем Кто поднял Красный флажок Еще считаю Абсурдно Ставить вопрос Так сейчас Нынешняя ситуация Пока только Детские дома Именно То что сейчас Есть Спасает ситуацию Как-то Хотя бы А давайте посчитаем Зачем говорить Голословно На примере Омской области Тысяча детей В детских домах Плюс 600 Инвалидов 1600 В Омской области Почти 2 миллиона Жителей И вы будете Говорить Что это 1600 Не могла бы Рассосаться В почти Двухмиллионной Области Ни за что Не поверю Единственное Что останавливает Людей Всерьез Останавливает Это то Что мы запутались Полностью В финансировании Да Финансируют Детские дома Минимально Я не знаю Я не проводила Бухгалтерские проводки Я не знаю Сколько выделяют Но мне кажется Те деньги Которые выделяют На детские дома Пусть это мало Выделяйте их Выделяйте их Конкретным людям Которые будут Конкретно Заниматься Конкретными Детьми Вернемся к детям Басмановых А почему ты считаешь Что не может Сашенька Да потому что Есть некоторые Матера и пьяницы Ведь не возьмут Пьяница Ребенка Или Ну Наркоманы Ну такие же Не возьмут Детей Если они возьмут Их То они И уже Этому начнут Учить Может ли Государство Второй вопрос Обратить Без детских домов Вы проголосовали как Я проголосовал К сожалению Красным цветом Проголосовал С болью в сердце А не потому Что так должно быть Великая беда В том Что действительно Пока еще Не все Готовы Проявить Своё милосердие Потому что Взять ребенка Себе И воспитать его Это разные вещи Разобрать то могут А смогут ли Воспитать Смогут ли Сделать Из этого Ребенка Нормального Человека Нормального Члена Общества Какие семьи Можно отдавать Детей Кому можно доверить Кому нет Галь Мне кажется Нужно смотреть Как они воспитывают Собственных детей Тогда уже Надо посмотреть Можно ли давать Или нет И чтобы муж Конечно Был Хозяин Конечно В большом городе Не Труднее Определить Человек Но вот в наших Районах Там же все На виду Что главное Еще родители И Лиза у нас Лежала в больнице Еще была Маленькая совсем И там Столько мы Насмотрелись На этих детей И посчитали Что в принципе Уже много детей Уже Рождено Ну нельзя Чтобы они Вырастали Тоже свои дети Жлобами Какими-то Чтобы они Чтобы они Я даже Сейчас Сказала Если вы По одному Ребенку Все не возьмете Вы Зря Я Зря Вас Воспитывала Вы Все Должны Взять Дом По одному Ребенку Обязаны Мам Даже Ни по Несколько Возьмем Не переживай А я Сейчас Я сейчас Хочу Задать вопрос Лизочке Старшей Не трудно ли Тебе было Не было ли Момента Когда ты Ревновала Свою маму К другим Детям Когда тебе Хотелось Остаться Одной Не знаю Как-то Наоборот Хотелось Очень много Сейчас Я не знаю Возьму ли я Сама Из детского Дома Своих детей Сначала Думала Один Два Нет Не больше Сейчас Думаю Лиза А твое Отношение К этим Сестрам И братьям Из детского Дома Не знаю Я как-то Никогда На таком Равне Не была Что Допустим Я тоже Маленькая Я как-то Все время Наравне С родителями Как-то Тоже Я так Понимала Так И это Все Сашенька А ты Ты чувствовала Что ты Родная Неродная Ты знаешь О том Что у тебя Есть мама Своя Другая Да Ты видела С ней Нет А есть Желание Увидеться С ней Никакого А вы не боялись Что придут Родители Мы боялись Что у нас Из тюрьмы Придет мать У Александра И в общем Я ей сказала Александру Там Ну Такие же проблемы Примерно Отец пришел Гонял Детей Вот она Говорит Мама Если придет Кто-нибудь За мной Прям матом Посылай Матом Не дай бог За мной Кто придет Прям А ты умеешь Матом Умею В общем Это очень плохо Но иногда я могу Скажите пожалуйста А вы С самого начала Решили детям Сказать Что они приемные Или Были какие-то сомнения По этому поводу Мы вообще никогда Не говорили Даже об этом У нас даже разговоры До сих пор У нас в принципе Разговора нет Они так знают И мы тоже Никогда Вот да Как вы считаете Нужно ли говорить Детям О том Что они приемные Если да Поднимите зеленый цвет Если нет Красный Если не знаете Желтый Такой простой вопрос Я думаю он у вас Не вызовет затруднений Итак Нужно ли говорить Детям о том Что они приемные Вы подняли зеленый цвет Почему Потому что я считаю Что ребенок Должен знать Но Как бы Вот родители Которые его принимают Они должны угадать Точно Когда ему это сказать Дело в том Что у меня была История Я вкратце расскажу У меня была соседка Которую взяли Из детского дома Сейчас у нее уже есть У родителей Которые ее взяли Уже есть внучка Случайно Будучи маленьким ребенком Я подслушала Что моя мама С ее мамой Разговорит о том Что ребенок взят Из детского дома Мне было лет 7 Мне строго-настрого Запретили вообще Кому-либо об этом говорить В общем суть в том Что она до сих пор Не знает Что ее взяли Из детского дома И она счастливая Я считаю Что если есть возможность Не говорить ребенку То этого не нужно делать Спасибо Я считаю Что нужно Чтобы дети знали О том Что они приемные По одной простой причине Если мама Действительно любит Своих детей Если отец Действительно любит То они это будут чувствовать Они будут чувствовать Что вне зависимости От того Что они чужие Да Как бы дети В этой семье Все равно здесь Они родные И даже родни Чем те Которые родились Спасибо Мне кажется Мы взрослые Очень много накручиваем Вокруг этого В маленьком Даже подростковом возрасте Ребенок не понимает Ну родная Ну не родная Это если там будут Насмешки сверстников И так далее Но мне кажется Что дети намного легче Относятся к этой ситуации Если в семье Все в порядке Они просто не понимают Чем родной Отличается от неродного Вот и все О том Как надо говорить И не надо говорить Вот у нас Так один раз Они пошли в магазин Еще маленькие были Им сказали Вот это родной Это неродной И Леша приходит И говорит А ты что нам неродная Ну допустим Они как-то и забыли Это очень быстро Я им говорю А почему Как неродная Я вам что двоюродная А он да Действительно И у него как-то Зашел в тупик Так вопрос И он это сам себе И больше никогда Разговора не было Спасибо Вы знаете что меня потрясло В тот первый визит Гвасману Много-много лет назад Когда Сашеньке было 3 года Вы сейчас видите Какая она взрослая Это то что там На столе Зимой Было очень много винограда И еще там были Джинсовые курточки Деньги не было Я спросила Галь Как Она говорит Они же никогда не ели Они никогда не ели виноград Пускай они им едятся Пусть его будет много И пусть у них у всех Будут джинсы Они все мечтают о джинсах Пусть они будут А мы выкрутимся как-нибудь Мы месяц-два потерпим Я говорю А что потом А потом сказала мне Галя Будет Черное море Я узнала что Черное море было Более того В жизни этой семьи Было много всего Абсолютно уникального И конечно не просто так Потому что появлялись И люди рядом с вами Добрые люди Хотя было немало И конфликтов И проблем Ну например Галя Басманова Вместе с детьми Решила участвовать В программе Поле чудес И участвовала в программе Поле чудес И выиграла Всякие утюги Кипятильники Холодильники Как полагается Комбайн кухонный Вот сейчас давайте посмотрим Маленький видеофрагмент С программы Поле чудес Где Галя Басманова С детьми участвует И стоит рядом Со знаменитым И вновь Повторить задание Повторить задание Все понятно Е Да? Спокойно 100 очков Буква Е Буква Е Абсолютно верно Такая буква здесь есть Откройте пожалуйста Букву Е И есть такая буква Более того Я должен обрадовать вас У вас не 100 очков А 200 Ибо таких Букв здесь две Ну будете вращать барабан Пожалуйста Итак Штрана В которой находится Храм Дендеры В балке которого Сделанный из китовых костей Храм когда-то был построен Римским императором Тиберием Невероятно интересный факт Ты об этом знала? Нет? Ловишь? Главное Из этой передачи Поле чудес Вовсе не кухонный комбайн Который выиграли Вовсе не то Что вся страна вас увидела А главное совсем другое Было свободное время У этой семьи И шла Галя По Москве Увидела Галю Басману Дворец Из стекла и бетона Она не может просто так пройти Ей стало интересно Кто же здесь живет Во дворце-то в этом Зашла спросила Оказалось Рэм Вяхерев Оказалось и Газпром И Галя захотела поговорить С Рэмом Ивановичем Вяхеревым И вот Вот надо верить Свою звезду Но для этого надо иметь Еще чистую душу Чистую совесть Понимаете? Значит Вот это тот человек Который может мне помочь Подумала Галя Прошла к заместителю Рэмом Вяхеревым И сказала А хочу я построить дом Да я сказала Если есть возможность Помогите Потому что знаем Что у вас тоже затруднения Там есть какие-то Ну сколько можете Там допустим Сколько можете АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И несмотря на имеющиеся У Газпрома затруднения Была выделена Большая сумма денег Как вы понимаете У Толи руки золотые Голова золотая И Газпром тоже помогал И у нас сейчас в студии Есть человек Который имеет К этому проекту Новому домобасману В прямое отношение Приветствуем его Мы уже представили Действительно С Волгой Трансгаза Кашира Петр Матвеевич Мне действительно повезло Несколько лет назад Помню Сейчас уже не помню Мне кажется давно Но все эти годы Я их отлично помню Поэтому не считаю Хорошие годы И правда Правильно сейчас Вы сказали Посчастливилась Посчастливилась Галиночки И она чутьем Почувствовала Что в этом доме Живут душевные Хорошие люди Рэм Иванович Назвал нашего Директора Льва Ивановича Щеголева И он поручил мне И с тех пор Я эту семью Знаю и люблю Много лет уже Честное слово Несколько раз Бывал у них Был на пуске Этого дома Прямо скажем По семейному Обмывали мы Этот дом И вот Анатолий Типа директора Стал над Этой строительной Организацией Которую мы платили И сделали И когда уже Заканчивали На прием Мы пошли Подписали акт И так далее С обоих сторон Этот вклад Вот в этот семейный дом Он конечно Полностью себя оправдал Спасибо вам большое За такую помощь Спасибо Ну а накормила детей Виноградами и арбузами Свозила на Черное море Какие еще мечты У тебя есть? Возили бы допустим Вот в Санкт-Петербург Возили В Москву В Москву Воскресенье Бывало Санкт-Петербург Надо свозить Обязательно Эту семью надо свозить Санкт-Петербург Впервые встретился Думал Действительно Ну теперь наверное Ну как всегда думаете Ну теперь наверное Не отвяжется Нет Честное слово Ни разу Эта семья Не превысила Вот свою Даже просьбу Могли бы больше Это я вас прошу Это я прошу Это не они Это я А теперь эта просьба Уж наверное Как обязанность Наша станет Вот так вот Спасибо большое Заканчивая нашу программу Обычно мы подходим К нашим экспертам И сейчас вот так Знаете как Сочинение на вольную тему Скажите то Что лежит у вас наше Давайте Леночка С вас начнет Я хочу пожелать Чтобы детки выросли Здоровыми Сильными Чтобы все было хорошо И чтобы вы гордились Своими детьми Милосердные люди Всегда оказываются В таких условиях Что рядом с ними Много тех Кто им помогает И Господь их Не оставляет Вот тому пример Данной семье Хотелось бы пожелать Всем тем У кого есть хотя бы Маленькая мысль Затея такая Взять себе ребенка Из детского дома Не надо Долго раздумывать Не надо долго выбирать И смотреть От каких он родителей Ребенок будет таким Каким вы его Воспитаете в конце концов А Господь Не оставит никого Дети Это продолжение родителей И вот у вас Такое очень замечательное Большое Хорошее продолжение Есть Мне это очень нравится И мне бы хотелось Чтобы вот таким продолжением Было не только Вот не только ваши дети Но и те люди Которые Вас окружают Чтобы они тоже Как-то Получили часть Вашей доброты Вашего тепла И чтобы это Позволило им Нести это дальше Потому что От вас расходится Просто вот волной Так по всему зал Очень приятно С вами разговаривать Спасибо вам большое За это Спасибо А вы знаете о чем подумала О том что у каждого из нас Так скоротечна И мгновенна жизнь Но вот есть среди нас люди Как наши сегодняшние герои И вы Елена Которые вот в это мгновение Сумеют В это мгновение Умеют так наполнять И вот эти люди Наполнили его Такой ценностью И значимостью Тем что вот этим детям Создали семью И лучше детей По-моему не сказал сегодня никто Когда они сказали Что они не помнят свой детский дом Где они были Что ваша семья для них Родная и близкая Спасибо вам за участие В нашей программе До встречи В ток-шоу Будем жить АПЛОДИСМЕНТЫ